Их учат правильно маршировать, знать историю Брестской крепости и в любую погоду стоять у вечного огня. Вот уже 49 лет они несут вахту памяти в честь героев, павших на полях сражений в годы войны за нашу независимость и свободу. Но армейское движение на Брещене играет немаловажную роль. Ребята осознают всю важность дела, которую они выполняют. Для них это дань героическому прошлому нашей отчизны. Вахта памяти – это своеобразная школа, воспитывающая патриотизм молодых людей. Это вклад каждого из ее участников в сохранение исторического наследия страны, сохранение памяти обо всех, кто сражался за будущее. В 1972 году старшеклассники впервые заступили на пост памяти. И с тех пор юные Брещане бессменно сохраняют и приумножают военно-патриотические традиции, считая это своим долгом. Мы вот сегодня будем награждать лучшие мемориальные отряды и передавать переходящий знак победившему мемориальному отряду. Традиция хорошая, особенно это актуально в год единства, который объявлен в Республике Беларусь в 2021 год. Особенно это актуально в рамках той роли, которая возложена на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи в учреждениях образования нашего города. Пост памяти берет свое начало с далекого 1972 года, где по инициативе городского комитета в ЛКСМ города Бреста и отдела народного образования Брестского горосполкома по решению горосполкома был создан комсомольско-пионерский пост номер один. И вот с тех пор, вот уже скоро 50 лет, каждую неделю школы меняют друг друга, они с эту вахту памяти без перерыва. На сегодняшний день более 98 тысяч брещан прошли через вахту памяти. Через пост памяти, который находится на территории мемориального комплекса Брестская крепость Герой, прошел каждый четвертый житель нашего города. За 49 лет на почетную вахту на пост номер один заступило более 98 тысяч юноармейцев. И ведь это не просто цифры статистики, это показатель прочной связи поколений. Мы сегодня будем награждать победителей в вахте памяти мемориальные отряды, занявшие первое, второе и третье место, а также в таких номинациях, как лучший начальник рула, помощник, комиссар, часовой, разводящий, экскурсовод, дневальный. Потом у нас есть соревнования по стенгазетам, поисковая работа, которая в виде реферата на исторические темы выпускается, экран к этой исторической работе. И вот сегодня это будет все вручено в торжественной обстановке. Каждый год в сентябре на церемонии, посвященной подведению итогов несения городской вахты памяти, мемориальными отрядами учреждения образования Бреста, лучшим почетным караулом вручаются награды. На пьедестале победители лучшие из лучших. Для каждого, кто научился правильно маршировать и в стужи, и в зной, в выходные и праздничные дни стоять у вечного огня, несение вахты – огромная честь. С 9 мая 1972 года пост памяти существует и не прерывался, и несение вахты памяти не прерывалось ни на один день. Я горжусь, что я продолжаю нести вахту памяти. Кто они? Современные юноармейцы. Лучшие из лучших юношей и девушек Брестских школ. Честь нести вахту памяти предоставляется действительно не всем. Избранные ребята не только словом, но и делом проявляют себя с положительных сторон. Они не только несут вахту у вечного огня, проводят экскурсии, но и серьезно, и углубленно изучают историю Брестской крепости. Я на посту памяти уже больше трех лет, и мне кажется, что пост памяти – это очень важно. И долг каждого брещанина пройти через эту школу мужества и на себе прочувствовать, каково это. Пока мы стоим на посту, мы чтим память погибших воинов. И вот пока жива память, и мы помним нашу историю, мы можем предотвратить будущие какие-то воины. Пост памяти помог мне и в школьном образовании, то есть я намного лучше стала знать историю обороны Брестской крепости, так как каждый юноармеец перед заступлением на пост обязан выучить краткую историю строительства и обороны Брестской крепости. А еще, что очень ценно, за время несения службы ребята меняются, становятся крепче духом, серьезнее, терпеливее и добрее, они, как никто другой, чтут память воинов, отдавших жизни за свободу своей Родины.